Ну что ж, внести спорт советуют нам звезды. Прямо сейчас будем вносить спорт в нашу программу, потому что у нас в гостях Евгений Смычков. Это персональный тренер Антона Моткуса. Да, уже. Ну я уже заметил, да. Посмотри, какой ты стал поджар и спортивный подтянутый. Приседать, по крайней мере, мы умеем уже хорошо. Только из-за того, что Евгений к нам ходит, да, персональный тренер сети фитнес-центров Стронга, сегодня мы будем делать гейнер. Что такое гейнер, давайте расскажем всем. Доброе утро. Здравствуйте, Евгений. Гейнер – это белково-углеводный напиток, то есть состоящий из углеводов и белков. Как правило, мы его употребляем перед тренировкой. Это не допинг? Нет, это не допинг. Это обычное питание. Сейчас этого питания много в спортивных магазинах. Это можно приобрести в магазине спортивного питания, да? В виде порошка, да, который разводится. В виде порошка, да. Есть протеиновые порошки, есть белково-углеводные. То есть гейнеры. Какая разница между ними? Ну, понятно, что в гейнере есть углеводы, в протеинах нет. Вот для чего служит гейнер? Какой эффект он дает? Гейнер служит просто как дополнительное питание. Допустим, просто вот если вам некогда поесть. Вот в данный момент мы будем готовить этот гейнер, так как, допустим, нам некогда поесть. И нет денег на гейнер из магазина. Нет, да. И в этом случае тоже. Давайте начнем. Что нам потребуется? Так, сегодня у нас будет гейнер необычный. Да, уже видим по составу. Да, а гейнер из сложных углеводов. То есть содержит сложные углеводы. В качестве сложных углеводов мы, ну, сегодня мы берем это гречневая каша. Да. То есть мы можем ее, если нам ее нет времени приготовить, мы можем ее на ночь залить кипятком. Она за ночь у нас настоится, приготовится. И такой напиток я предлагаю использовать часа за два до тренировки. Давайте начинать. Всыпаем в блендер все это, да? Да. Мы берем молоко. Можно сразу. Ну, блендер, конечно, можно использовать побольше. Ну, конечно. На маленького спортсмена. Для маленьких спортсменов, для начинающих. Берем обезжиренный творог. Ну, тоже можно 100 грамм. То есть пока белки у нас тут идут. Да, здесь творог у нас служит как источник белка. Надо поменьше, наверное. Вот так. Поменьше, чтобы не влезть. Да. Так. И туда же гречку будем? Да. Потому что без углеводов нам не обойтись. Так. Молоко и углевод. А если просто все это съесть, то эффект будет тот же? Эффект будет тот же. Ну, не так вот. Ну, вот так, я насвинячил немножко у вас. Так, нормально. Это обычный процесс рабочий. Приготовление гейнера. Так. Берем гречку. Это, кстати, может быть не обязательно гречка. Это может быть, допустим, та же самая овсянка. Но мы все на глаз смешиваем. Или покороны из твердых пород пшеницы. Это мы скорее не на глаз, а на вкус. На вкус. Да. То есть не перебавляем там гречки. Гречка с творогом. Примерно. Сложно понять вкус, конечно, но сейчас будем понимать. Я, кстати, тоже не пробовал. И какие-то ягоды. Здесь, ну, в данном случае это у нас черная смородина. Но можно использовать там клубнику. Ну, по вкусу. Евгений, а люди, которые пробовали такой гейнер, они существуют сейчас, да? Они живы еще. Они живы, да. Он не выиграет чемпионат мира недавно. По повару лифтингу. По поеданию такого гейнера. Да. По изготовлению гейнера. Да. Ну, за вкус я не ручаюсь, конечно. Антон уже вот у него потекла стена. Тут главное, главное, сам смысл. Вот. Мы попробуем все это смешать. Не знаю, справится ли блендер с таким составом. Блендер откажется сейчас это смешивать. Давайте. Допустимое. Поехали. Гвоздей мы не добавили, значит, нормально. Очень точный вкус. Вид, цвет. И кто будет пробовать первый? Ну, конечно же, Роман, ведь это его блендер. Ах, вот так. А продукт это? Евгения. Давайте два бокала для чистоты эксперимента. То есть если я сейчас попробую этот гейнер, мне, в принципе, можно не только не завтракать, но и не обедать. Ну, тут вот на глаз я вижу, что он густовато получился. Густовато? Да, густовато. То есть можно было еще молока чуть-чуть. Да, тут все это мы можем по вкусу. Да, если видите, в самом контейнере блендера, если густовато, то добавьте еще молока и еще раз киплюшаю. Чувствуется гречка. Чувствуется гречка, творог чувствуется. И вообще чувствуется, что несмотря на такое несочетаемое продукты, вот вкус-то интересный. Если бы мне это подали в ресторане, я бы сказал, что-то новенькое, интересное. ЗОЖ, да, ну, хорошо. Только 700 рублей бокал. А если бы мы использовали, допустим, гейнер, готовили из простых углеводов, то есть не добавляя там гречку, а, например, только ягоды, либо там банан какой-нибудь, то это уже было бы, были бы углеводы быстрые, и такой гейнер нам нужно было, ну, за полчаса до тренировки можно было выпить. Это похоже на смузи из гречки. Ну да. Со смородиной, с цветом смородины. Евгений, спасибо большое. Теперь будем пользоваться таким рецептом, если вдруг... Добавляем шейкер и... И давайте напомним, сколько гейнер стоит в порошке вот в магазинах спортивных? Гейнер, ну, все это зависит от фирмы, все по-разному. Ну, примерно в среднем там банка там 2 килограмма, которая, ну, около там 3 тысяч стоит. Ну, а бокалы с этой банки сколько стоят? Банки, может, на год хватает? Нет, банки хватает примерно на месяц. А, на месяц. Вот так, 3 тысячи в месяц только. Здесь нужно реально сэкономить на этом, тем более, что смородина есть сейчас в огороде.